Корь наступает. Сообщения о новых инфицированных поступают со всей Украины. Сколько людей госпитализированы по состоянию на сегодня и есть ли угроза эпидемии, выясняли наши корреспонденты. Около 90 случаев Кори уже зарегистрировали в столице. Большинство инфицированных – дети. Госпитализированы 15 человек. В Киеве проводят массовую вакцинацию. Более 10 тысяч детей уже привиты. Врачи уверяют, что эпидемии нет, но в то же время рекомендуют не посещать массовые мероприятия. Пока карантин объявили только в двух учебных заведениях, остальные работают в обычном режиме. Дитину не может не пускать до школы, потому что Конституция Украины гарантует навчание. Дитину может не пустить на навчание только в случае, если у нее есть ярко выраженные знаки заболевания. Школы будут переходить на онлайн форму навчания только в случае, если родители, например, категорично принимают решение не делать щепление детей, из каких-то своих мерков, им, естественно, выключено, и не будут отпускать детей до навчального заклада. В Днепропетровской области только за прошедшую неделю зарегистрировали 12 случаев заболевания. С начала года в регионе Корр диагностировали у 25 человек. Эпидемиологи заявили, вирус распространяется быстро, и не исключено, что заболевших будет больше. Тем временем во Львове о вспышке кори объявили официально. За медицинской помощью обратились 84 человека, в основном дети. В некоторых школах и детсадах продлили каникулы на неделю. В случае отказа родителей привить ребенка, в департаменте здравоохранения намерены обращаться в правоохранительные органы и службу по делам детей. Но абсолютный рекордсмен – Одесская область. С начала года там госпитализировали около 200 человек. 119 из них – дети. Напомним, именно в Одесской области зафиксировали летальный случай. В Белоград-Дюстровском от кори умер 5-летний ребенок. Богдан Вербицкий, Анастасия Старовойт, Елена Брынза, Елена Миндалюк, Галина Якушко и Андрей Анастасов. Подробности – телеканал «Интер».